Приветствую, друзья. Агрессия против Украины – это несомненное абсолютное зло. Эту войну необходимо закончить как можно скорее. Украина должна полностью восстановить государственный суверенитет и территориальную целостность. Международно признана границей, конечно. Но какой из этой войны должна выйти Россия? Непростой вопрос. И решать этот вопрос, к сожалению, придется не только россиянам. Путин угрожал всему миру давно. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах. Военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружения. Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности. Это фрагмент его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в далеком 2007 году. Но долгие годы мир воспринимал эти угрозы фигурально. Так было, пока не наступило 24 февраля 2022 года. Конечно, и до этой даты было много чего. Была война против Грузии. Было поддержание напряженности в Приднестровье. Были теракты и показательные расправы по всему миру. Аннексия Крыма, прокси-аннексия Донбасса, война в Сирии. То есть Путин достаточно давно и последовательно убеждал мировое сообщество, что он является постоянной угрозой международной безопасности. К сожалению, для того, чтобы мир в этом убедился, потребовалось 24 февраля 2022 года. Мир, мировое сообщество, международная дипломатия, они вообще достаточно инерционны. Их тяжело раскачать на новые идеи, на новые решения, тем более на какие-то действия. Но если уж они двинулись в какую-то сторону, то и остановиться они долго не смогут. Путин, наконец, убедил всех, что его Россия, его имени Россия, представляет опасность и для своих соседей, и для всего мира. Поэтому мировое сообщество будет рассматривать архитектуру послевоенного устройства России только с одной точки зрения – ликвидация этой перманентной угрозы. Как сделать так, чтобы Россия с ее имперскими амбициями, с любовью к харизматическим вождям и первым в мире ядерным потенциалом больше никогда не могла угрожать миру войной. Именно этот вопрос будет стоять перед мировым сообществом после окончания войны. Это, а не вопрос, как сделать жизнь россиян лучше. Как сделать жизнь россиян лучше, как выстроить взаимоотношения между различными группами российского общества – это проблема российско-демократической оппозиции, а вовсе не мирового сообщества. Но если мы попробуем рассмотреть основные варианты послевоенного устройства России, то мы увидим парадоксальную ситуацию. Несмотря на то, что цели и задачи Украины с одной стороны, Запада с другой стороны, российско-демократической оппозиции с третьей стороны существенно отличаются, есть способ примирить все интересы. И, к сожалению или к счастью, этот способ вообще единственный стабильный и безопасный вариант государственного устройства России. Но прежде чем перейти к этому варианту, давайте рассмотрим часто обсуждаемые, простые, понятные, привлекательные для многих и совершенно утопические варианты. Полагаю, вы много раз слышали идею – Россия должна разделиться на несколько или много государств. На первый взгляд, с точки зрения глобальной безопасности, в этом есть некоторая логика. Мол, сейчас Россия – это гигантская страна, наследница многовековой империи с имперскими традициями экспансии и с оставшейся после СССР армией. В Восточной и Центральной Европе, да и в Украине, достаточно популярна точка зрения, что несколько маленьких государств вместо одного большого не будут столь опасны и агрессивны. Это гигантская ошибка. Для начала, несколько государств на месте России – это немерное существование Чехии и Словакии. Это скорее югославский сценарий этнических, религиозных и пограничных конфликтов, только умноженные на 100. Почему на 100? Да потому, что 5-6 регионов из числа обломков страны будут обладать ядерным оружием и не обладать культурой и традицией дипломатического разрешения конфликтов. К тому же, административные границы между российскими регионами проведены гораздо более произвольно, чем между республиками бывшей Югославии. А значит, при превращении этих границ в государственные, территориальные конфликты, скорее всего, неизбежны. Конфликты между ядерными странами, хочу напомнить. К тому же, региональную элиту, которая в одночасье станет руководством новых стран, во многом будет составлять прошедшие войну люди. Ну а какие еще варианты, если в условиях политической турбулентности, а при распаде страны она будет, люди с оружием выскажут свои претензии на власть, то кто им откажет? На фронте все конфликты принято решать, как это говорится, пригожно обнулением. Так будет и на гражданке. Только теперь у бывших полевых командиров и начальников национальных батальонов будут свои страны, некоторые с ядерным арсеналом. Я знаю, что уже несколько раз упомянул территориальный ядерный конфликт, как следствие распада России. Считаю ли я ядерный Армагеддон с радиоактивным заражением Украины и остальной Европы неизбежностью в этом сценарии? На самом деле нет. Более вероятным является более простой вариант развития событий. Мало что для российского общества столь же мощный триггер, чем развал страны. Российское общество и, кстати, армия могут вынести нищету, отсутствие перспектив, несправедливость, но не потерю величия, которую многие понимают как масштаб державы. Да, я думаю, что в случае распада страны межрегионального ядерного конфликта не произойдет. Просто потому, что под лозунгом «обретение былого величия» страну объединит какой-нибудь новый молодой Жириновский. Сегодня у нас главная цель – воссоздать российское государство в границах СССР. Не пытаться возродить СССР, как это делают некоторые силы, а именно четкая установка – возродить российское государство в границах СССР как минимум. Это будет уже значительно более милитаристская и мотивированная страна, которая будет мечтать отомстить за нанесенные распадом унижения. И где от мобилизации не будут убегать через Верхний Ларс, а будут в очереди на призывной пункт выстраиваться. Виновными в распаде страны и в национальном унижении будут объявлены Запад и Украина. И способ расплаты за это очевиден – возобновление войны. То есть вариант распада России с высокой степенью вероятности дарит миру перспективу в диапазоне от возобновления войны до локального или даже глобального ядерного конфликта. Что, согласитесь, достаточно далеко от любых представлений о желаемой архитектуре международной безопасности. Но если распад России, как вариант послевоенного устройства, столь опасен, то, может быть, стоит сохранить статус-кво? То есть Путина? Ну да, преступник, да, злодей. Но, может быть, если вытеснить его из Украины, запереть на своей территории, то и проблем нет? А что, вполне себе, в духе реал-политик. Концепт меньшего зла. Пусть будет себе Северным Саддамом Хусейном. Главное, чтобы на Кувейт не нападал. Я нередко встречаю такую точку зрения в частных разговорах с западными политиками. Их можно понять. Их избиратель на Западе, этому избирателю хочется закончить войну. Да еще этот избиратель переживает за Украину. А вот судьба российского общества ему в текущих реалиях достаточно безразлична. Так что, пусть Путин делает в России что угодно. Главное, выгнать его из Украины. Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем. Нет, не получится. Не потому, что это аморально или цинично. Нет, здравый расчет. Это вот основа политики. Просто этот способ не отвечает ни западным, ни украинским потребностям в мире и безопасности. Предположим, Путина выдавили за пределы международно признанных границ Украины. Или даже согласились на линию разграничения в текущем положении по корейскому образцу. И что? Завтра у Путина возникает ситуация, когда проблемы в экономике есть, а объяснения этому нет. А возникновение проблем, оно неизбежно, потому что санкции-то не снимут. Об инвестициях в страну можно забыть. Рабочие руки остались в безымянных могилах под бахмутом. Промышленность переведена на военные рельсы. А еще часть общества это раззадоренные пропагандой национал-патриоты, которые только вошли во вкус войны, получили боевой опыт, получили оружие. Им гражданку вообще не хочется, тем более, что на войне платят в 10 раз больше, чем на заводе. И перед Путиным встает выбор. Либо волшебным образом сделать жизнь в стране в 10 раз лучше и богаче, либо вернуться в войну, либо потерять трон, власть и жизнь. Ну, угадайте с одного раза, что он выберет. Тем более, что у него будет и время, и возможность восполнить запасы военной техники и боеприпасов. И договориться о поддержке с китайскими товарищами. И китайские товарищи на самом деле поддержат. Сильно поторгуются, прожмут, но поддержат. Таким образом, если по итогам войны Путин остается у власти, это будет означать, что война неминуемо возобновится. Только Путин будет более опытен и подготовлен. У него просто не будет иного выбора на самом деле. Однажды начав войну, он обречен ее продолжать до конца. Пускай до своего конца. Ведь для него не предусмотрен ни образ победы, ни поражения. Но если и распад России, и Путину власти означают продолжение войны, то, может быть, проблему можно решить, поменяв Путина, но сохранив целостность страны. Этот вариант особенно популярен у американского истаблишмента. Мол, да, Путин оказался плохим парнем. Да, Буш-младший ошибся, когда посмотрел ему в глаза и увидел там душу совершенного демократа. Ну мы исправим эту ошибку. Может быть, попристальнее посмотрим в глаза следующему кандидату. Или даже как окулисты закапаем ему атропин, чтобы расширить зрачки и лучше видеть наличие души. Были же хорошие русские цари, вроде Горбачева или Ельцина. А значит, найдем хорошего, он все исправит. Я не знаю, наивность ли это народа, имеющего 300-летнюю демократическую историю, или следствие того, что есть голливудский нарратив, когда обязательно есть зло, и персонально противостоящий ему герой, или даже супергерой. Вот только не надо путать Голливуд с реальностью. Допустим, вы нашли хорошего парня и даже сделали его президентом. Хотя уже на этом этапе есть куча вопросов. Например, хороший парень может стать президентом только на честных выборах. А кто назначит и проведет честные выборы? Плохие парни? А зачем это? Американская администрация? Ну, так себе легитимность. Но, допустим, хороший парень стал президентом. Ему надо удержать власть. Ну, просто потому, что иначе к власти вернутся плохие парни. А этот вариант вроде бы как нам не нужен. Как хорошему парню удержаться во главе гигантской централизованной страны с разрушенной экономикой? Как ему доказать населению и регионам, что им следует отдавать в Москву 60% собираемых налогов? А именно столько составляет доля федерального центра. Не соберешь эти деньги, потеряешь власть. А чтобы собрать, нужен мотив. Серьезный мотив. Кстати, когда я ставил такую задачу перед американскими политиками, они находили мотив достаточно быстро. Кто-то сразу, кто-то через 5 минут. Но все американские политики, конгрессмены, сенаторы, специалисты Госдепа, все приходили к одному выводу. Чтобы удержать власть, любому российскому президенту или иному единоличному правителю придется прибегнуть к единственному и проверенному веками способу. Предложить обществу внешнего врага. И этот враг будет на западе, а не на востоке. Мне вот, кстати, интересно, как у одних и тех же людей уживается концепт поиска хорошего парня на пост президента и понимание, что даже хороший парень для удержания власти назначит запад врагом. Но этот вопрос к психологам. А для нашего разговора важно понимание, что новый президент, хороший парень или там добрый царь, вот он во главе России не решит проблемы с глобальной безопасностью в послевоенном устройстве мира. Да и само слово «послевоенный» будет невозможно в этом случае употребить, поскольку будет не «после», а «между». Тогда какой же остается вариант, если остается? Вариант есть. Я уже достаточно давно о нем говорю. Кстати, когда я говорю «давно», это действительно «давно». Уже больше 20 лет я отстаиваю необходимость перехода от президентской модели правления к парламентской республике. И все больше и больше политиков и экспертов соглашаются со мной. Распад страны, как и сохранение Путина у власти или замена его на нового, хорошего, но тоже с единоличной властью лидера, с высокой степенью вероятности, означает продолжение войны. Но внедрение парламентской формы правления в сочетании с глубокой федерализацией дают России надежду. Надежду, что страна сумеет удержаться и от распада, и от продолжения войны, которая тоже, кстати, ведет в конечном итоге к распаду, и последствиям распада, о которых я говорил раньше. Чем парламентская республика принципиально отличается от президентской? Нет главной проблемы, которая в России приводит к авторитаризму. Наличие личности вождя и контроль им силовых структур. Вот что означает для нашей страны отсутствие разделения властей и реального федерализма. Причем проблема неизбежно возникает в момент взятия власти. Если власть возьмет одна революционная партия, а не коалиция, представляющая ряд общественных групп, имеющих каждую отдельную серьезную поддержку. При революционном переходе не будет легитимности, полученной на выборах. До честных выборах предстоит пройти длинный путь восстановления конкурентной политической системы, независимых СМИ, честного суда, независимой системы избирательных комиссий. На это уйдет не менее двух лет. До этого момента переходному главе правительству придется действовать либо от имени широкой коалиции, либо от своего имени. В первом случае ответственность за решение будет нести коалиция, которая персонально будет меняться, но в целом сохранится надолго, поскольку сохранят свое значение все те общественные группы, которые имеют там представительство. Именно поэтому важно, чтобы коалиция была широкой, то есть представляла абсолютно подавляющую часть российского общества, более 90%. Во втором случае произойдет формирование круга приближенных, через которых фильтруется информация. После ошибки, перегиба или нарушения закона в своих ли интересах, в интересах ли приближенных, или просто на основе недостатка информации, затем произойдет понимание, что власть необходимо удерживать уже ради собственной безопасности и неприкосновенности. А лучший способ удержания власти в условиях падения популярности – война. Так было всегда. И не только, кстати, в России. Так вот, парламентская республика этой проблемой решена. У вас нет концентрации полномочий в одних руках. Коалиция может меняться персонально, может распадаться после завершения революционного периода, но решения, принятые ей, приняты представителями 90% российского общества. А значит, исполнителям не надо зубами держаться за власть, чтобы обеспечивать свою безопасность. Ну, если, конечно, это не авторитаризм, маскирующийся под коалицию, а на самом деле реальное разделение властей. И, наконец, мы говорим не просто о парламентской модели, а о глубокой федерализации страны. В этом случае парламентская, базирующаяся на представительстве регионов, модель по определению лишена имперскости и милитаризма. У региональных представителей иной источник легитимности, другая идентичность, им не нужен внешний враг. Они представляют конкретные интересы конкретных регионов. У регионов нет внешних амбиций. Эта модель сложная. Сама по себе, случайно, в отличие от авторитарной, она не сложится. Для становления этой модели надо много и целенаправленно работать. Продумывать, готовить дорожную карту такого перехода, учиться строить коалиции, учиться доверять друг другу. Но зато эта модель в лучшей степени учитывает интересы всех сторон. Для Украины парламентская, федерализованная Россия перестанет быть постоянной военной угрозой. Для Запада снимается риск появления нескольких непредсказуемых стран, обладающих ядерным оружием, или милитаристкой, опирающейся на Китай диктатуры. Для российского гражданского общества парламентская демократия и федерализм станут гарантией от сползания в новый авторитаризм со всеми вытекающими политическими последствиями. Но для российского народа это будет шанс наконец зажить более богато и спокойно, потому что при всех других раскладах такого шанса не будет даже теоретически. Счастливо вам! Россия не обязательно воевать или распадаться. Но над решением этой задачи придется серьезно поработаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова